Раньше дети мечтали стать космонавтами и врачами. Сегодня хотят быть богатыми или иметь богатых родителей. Уже с пеленок они знают, деньги и связи решают все. Будь то место в детском саду, престижный вуз или наплевательское отношение к законам. Мажоры на крутых тачках все чаще становятся виновниками автоаварий и выходят сухими из воды. Как по волшебству исчезают записи с камер видеонаблюдения. Свидетели теряют память. Меняется схема дорожного движения. Погибшие становятся виновниками аварии. А ДТП с пометкой VIP. Максим Иванов. 7 мая примерно в час 15 на перекрестке улиц Курганной и Гоголя в Майкопе прозвучал грохот. Несмотря на поздний час, возле искореженных шестерки «Жигулей» и «Тойоты Камри» собралось немало зевак. Еще больше полицейских. Две машины внеслось, потому что сильный такой вот скорость бешеная была, что невозможно. И там кочка у нас. В эту кочку он улетел, и вух, и сильный удар. Очевидцы говорят, кто-то в штатском принялся отвинчивать номера саномарки. Отпредели номера, и все. Сразу, и все. 19-летний Дима Алехин и Ярослав Сакирин, ему было 16, погибли на месте. Оба находились в шестерке. Водитель «Тойоты Камри» исчез с места трагедии. Ни на следующий день, ни через неделю, эта авария не появилась в сводках дорожной полиции. Официальная версия была озвучена лишь 10 дней спустя, когда информация просочилась в СМИ. Улица Курганная является второстепенной. По ней двигался автомобиль ВАЗ-21063, который при пересечении главной не уступил дорогу, двигающемуся по ней автомобилю «Тойота Камри». Скрывать то, что за рулем «Тойоты» был сын начальника ГИБДД Адыгеи Алия Чинозирова, уже не имело смысла. Об этом говорили все. Асхата, по словам полицейских, после аварии сразу же госпитализировали. Через час после смерти Димы пришли домой. В моем присутствии два, то ли милиционеры, то ли не следователи еще, наверное, были. Не знаю, кто, двое. Они ей рассказывали, а я это все слышала своими ушами. Я слышала, что скорость была 128, «Тойота Камри», без номеров, без государственных номеров. Он скрылся с места ДТП. Дима и Ярик нарушили, не уступили дорогу, говорят родственники погибших. Но если бы сын Чинозирова ехал по правилам, 60 километров в час, парни остались бы живы. Ну, превысил бы он скорость, было бы 70 хотя бы. Мальчишек на спидометре было 20, уже видели на этой машине, было 20. Мать погибшего Димы уверена, дело пытаются замять, намеренно скрывают факты, запугивают очевидцев. Именно это и подтолкнуло ее начать свое расследование. Потому что у меня есть подозрение о том, что там что-то не так было с самого начала. Так источники, приближенные к полиции, сообщили Елене, что в ту роковой ночь «Тойотой» управлял не младший сын Чинозирова, а старший. Был за рулем, по-вашему, старший сын? Ну, тогда, получается, старший сын, потому что сразу информация пошла, что человеку, который был за рулем, лет 30. А почему он прячется? Почему младший сын подставляется, а старший скрывается? Значит, он был пьяный в любом случае, только это. Значит, он был в невменяемом состоянии, значит, он не увидел машины, которые ехали. Он был за рулем? Да, и он был за рулем. В семье Чинозировых эту информацию не подтверждают и не опровергают. Песня в МВД, он никаких комментариев давать не будет. Потому что он, ну, ну, это уже все такое. Все, что вокруг этой темы идет, все бред, страшной бред. Жаривают какие-то слухи. Кто-то номера отключил, кто-то не бежал, никто никуда не убегал. Номера мы вообще не трогали. Абсолютно посторонние люди какие-то открытили. Я понимаю, горе убитой матери. Мы настолько жил, кто-то манипулирует. То, что старший Ахмед, сотрудник МВД, возможно, и послужило причиной подмены, предполагает Елена Алёхина. Мол, высокопоставленный отец решил не портить многообещающую карьеру старшего сына. Сам Чинозиров-старший спешно ушел в отпуск, заявив журналистам, что надеется на объективное следствие. Но мало кто верит и в объективность, когда речь заходит о ДТП с участием чиновников или их детей. После аварии с Чинозировым в Адыгее заговорили еще об одной, трехлетней давности. На такой же Тойоте Камри в аварию попал главный санитарный врач республики Аслан Агиров. В семерке, с которой столкнулся Агиров, находились четверть членов семьи Берсировых. Среди них годовал ребенок и беременная женщина. Все погибли. Агиров отделался легкими ушибами. По официальной версии, «Жигули» выехали на встречную полосу и стали виновниками аварии. Но очевидцы утверждают обратное. После происшествия главный санитарный врач республики отказался от теста на содержание алкоголя в крови. Но примерно через год Агиров, который, к слову, продолжает занимать высокий пост, разоткровенчился. В этот день я вообще не трезвенник, не язвенник, слава богу. Не скажу, что вообще не употреблял эту водку никогда. Я присутствовал за этим столом. Водку поднимал, иногда часть этой водки попадала в фужер с водой. Поняв, что объективного расследования не будет, родственник погибших Рафаэль Берсиров оставил свой бизнес и потратил все свои сбережения, чтобы добиться справедливости. Независимые экспертизы и показания очевидцев противоречат официальной. По нашей версии, которая подтверждается многочисленными свидетелями, а также проведенными нами независимыми экспертизами, мы уверены в том, что Агиров выехал на полосу встречного движения и совершил дорожно-транспортное происшествие. В руки Рафаэля попала запись телефонных переговоров, записанных примерно спустя месяц после аварии. Человек с голосом, похожим на Агирова, говорит следующее. Андрей Егорович, приветствую, Аслан. Кто-то? Аслан, это из Материи. А, да-да-да, я понял. Вот я хотел бы, как у вас, сегодня или завтра, вы не сможете в эту сторону выключить? Я сейчас еду встречаться с этим экспертом. Вот прямо сейчас еду в машину. А, ну хорошо, хорошо. Ну, я постараюсь, но сейчас с погодой видите, что творится. Да, я понимаю, ну вот, ну условия, я тебе сказал, вот как вот это, только такие условия, меня другие не устраивают. Ну, я сейчас с ним переговорю, если да, то да. Нет, ну тогда я просто приеду, вам деньги отдам и все. И тогда с вами за ним. Давай. Давай. Но следствие в этом не нашло состава преступления. Несколько раз уголовное дело возбуждали и закрывали с формулировкой в связи со смертью подозреваемых. Я понимаю, что объективного расследования в Адыгее не будет. Уж слишком высокий ранг занимает этот чиновник. Недавно Рафаэль обратился в Верховный суд России. Говорит, что они перестали надеяться на объективное расследование дела и не остановятся, так же, как и родные ребят, погибших в начале мая. Я добьюсь справедливости дела. В любом случае добьюсь. Раз Бог не разорвал мне сердце в тот момент, значит, надо было так. Максим Иванов, Самир Гачаев. Такая жизнь.